Добрый день, дорогие зрители, с вами доктор Константин, сегодня тема о лекции в руках следующая. Боли вокруг пупа. Чаще всего ответ кроется в состоянии органа тонкого кишечника, но и меридиана тонкого кишечника. Здесь много ума, не надо, как всегда, мы обращаем, как простирается наш меридиан тонкого кишечника по нашему телу, каким внутренним ходом, что он контролирует. Это мы видим брюшная полость, область пупа, живот, вследствие чего, если данный меридиан воспален, могут образовываться боли вокруг пупа. Это относится к болезням тонкого кишечника, либо хроническим состоявшимся болезням тонкого кишечника. Также это можно относить к боли вокруг пупа и появлением пупочной грыжи. Также боли вокруг пупа может быть следствием заворота тонкой кишки, но здесь без скорой помощи не обойтись. Также боли вокруг пупа могут образовываться, либо появляться при нарушении кровообращения также в тонком кишечнике. Здесь следует нам все-таки не приоткрыть тайну, а сказать, что восток дело тонкое, и всеми кишечниками в нашем организме въедет меридиан печени и орган печени. И потому, здесь подсказка вам, уважаемый зритель, китайцы вам этого не скажут, потому что я сам не знаю, это вам помощь, что не стоит только лечить кишечники с помощью меридиана тонкой кишки и толстого кишечника, и других меридианов. Также следует обратить внимание, самое важное внимание, на состояние меридиана печени, привести его в порядок и содержать его очень долгое и длительное время в порядке, вследствие чего ваши кишечники нормализуются. Ну, а если вас одолевает частенько боли вокруг пупа, то данная точка IG-8 Сяо Хай вам в помощь, она может вам помогать, что снимать боли вокруг пупа, которые следствие заболевания тонкого кишечника. Какого? Здесь необходимо пройти все-таки обследование в больнице. Ничего страшного, в этом нет. Ну, и здесь мы коснемся, конечно, пупочная грыжа. Может проявляться боли при пупочной грыже вокруг пупа. Здесь также помните, что грыжа – это состояние меридиана печени. Приведите меридиан печени в норму, не запускайте грыжу, чтобы она увеличилась, вследствие чего ваша грыжа пропадет. Как ни странно это звучит. Ну, а если вы уже ее, скажем так, сформировали, то без хирургического вмешательства вам не обойтись. Спасибо за внимание.